Всем привет! Это рубрика Гвоздь программы. Сейчас мы будем стоять на гвоздях вместе с Лёвой, фитнес-тренером, а потом попробуем поиграть на варгане. Итак, вот мы встали на гвозди, точнее я пока встал, Лёва пока готовится. Вот, стою уже минут пять, но вначале сегодня что-то было тяжело. Не в первого раза, признаюсь, встал, но сейчас успокоился более-менее. И такое состояние очень мощное, пробуждение, такое преодоление себя. Каждый раз как по-новому получается, знаете, каждый раз неповторимое ощущение. Бывает как бы сразу получается дух свой настроить, а бывает не сразу, господа, да. И тут как раз наступает ваш стержень. Когда вы чувствуете ваш стержень, вам уже ничто, вас уже ничто не остановит, и вы просто стоите до конца. Ну что ж, Лёва сейчас встанет, и мы потом попробуем поиграть на варгане. Ну нахер. Мы стоим на гвоздях с Лёвой и играем на варгане. Самое главное, вначале начать дышать. Истину глаголишь, друг мой. Чтобы через дыхание пройти через себя. Когда мы дышим, мы управляем своим телом. И мы спокойны. Темп дыхания желательно восстановить. Конечно, можно сначала дышать быстро. И потом потихонечку замедляться, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Мы честны перед собой. Да. Сегодня такая тема, небольшая. Честность перед собой. На гвоздях очень сильно открывается ощущение и направление, как честность перед самим собой. И это направление очень мощное. Оно, на самом деле, как бы с нами всю жизнь параллельно идет. И главное нам с этим ощущением, с этой настройкой синхронизироваться. И гвозди дают эту возможность. Ведь когда вы стоите на гвозди, снимаются все маски, все навязанные поведения. Вы становитесь честным перед самим собой. Ведь боль, она убирает все лишнее. И вы, преодолевая боль, понимаете, что самое главное для вас в жизни важно. И находите путь, какие-то решения. Допустим, я понял, что очень мало уделяю внимания родителям. Они старались, как-то развивали меня. И вот я решил больше как-то в этом направлении, конечно же, поработать. И уделять им внимание, как-то помогать. В общем, такие вот неожиданные открытия. Вроде вы, допустим, работаете, вроде все хорошо. Но вот, допустим, вы заработались и вообще не уделяете внимания родителям. И как бы закрылись от них. Это не есть хорошо. Поэтому вот у меня, например, вот такая открылась тема. Но у каждого индивидуально. У каждого человека, конечно же, свои есть индивидуальные особенности, индивидуальные проработки, которые хочется в себе улучшить. И гвозди это открывают. Но, конечно же, нужно стоять минут 15 для этого, чтобы полностью открыться и снять с себя ненужные маски. И стать честным перед собой. Ну что, Лёва, а расскажи свои ощущения вот этого направления. По поводу честности, искренности. Да. Здесь такая интересная вещь. Когда ты стоишь на гвоздя, и твоё истинное желание, когда есть, и ты его произносишь у себя в мыслеформе, в голове, то организм сразу начинает откликаться. Если это становится очень больно, то значит, скорее всего, это не твоё. Это негативная мыслеформа. А если у тебя пошла энергия, становится легче тебе, ты расслабляешься, то, скорее всего, это твоё. И так можно быть честным и искренним самим с собой. Ну что ж, друзья, это небольшой урок, как слезать с гвоздей. Нужно без резких движений. Если вы с кем-то с ассистентом, оперявшись на ассистента, сначала поднимаете вверх одну ногу и потихонечку вторую. То есть очень медленно желательно. В этот момент будет больно. Но уже всё позади, и боль потом быстро уйдёт. Если вы без ассистента, то лучше опереться на землю. И всё то же самое. Одна нога вверх и другая вверх. Строго вверх, не в сторону. Теперь, соответственно, я вот слезаю. Ну что ж, могу показать, конечно, стопы, но сейчас не буду этого делать. Там никакой крови нет, всё безопасно, только в мятинке. Поразительно. Значит, друзья, не бойтесь, это всё безопасно. Так, теперь Лёва будет слезать. Это мое первое схождение из возни, не, не, я тоже, наверное, сам. Надо это делать самому. Как вставать на двозе, когда-то придётся самому, так и слезать придётся из возни, когда-то самому. И всегда нужен для этого кто-то. Красава! Красава! Оп! Могёшь! Не могём, а могим. Хорошо. Друзья, всем советую стоять на гвоздях, заниматься фитнесом, закаливаем её, прокачивать своё здоровье, иммунитет, и будет всё круто! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!